Всем привет! Сейчас вы посмотрите на мой стол и скажете да. В стране кризис. Но, честно признаться, судя по вашим отзывам, может быть и он и правда существует. Конечно, города-миллионники и крупные центры живут получше, чем деревня. Понятно, что везде есть какие-то нюансы, зарплаты не платят, пенсионный возраст увеличивает. Но мы в гастрономии, а гастрономия вне политики. Но я, знаете, о чем подумал? Что существует, вот это мое, как повара, замечание. Я замечаю разные вещи, происходящие вокруг меня, связанные с едой. Значит, у меня есть друзья, которые любят картошку. И вот, значит, для ускорения процесса они вот так ее нарезают и отваривают. Ну, мол, типа, это же быстро. Гораздо быстрее, чем варить, например, целую картофелину. Но целая картофелина действительно варится в два раза дольше, чем нарезанная. Но при всем этом, смотрите, сколько вне крахмала и сколько вкуса остается. Мы ведь, как повара, стараемся что? Из самых простых ингредиентов вытянуть вкус. Я, значит, давай спорить о том, что, мол, типа, когда варишь мелкую картошку, вываривается весь крахмал, вкус исчезает, и она становится водянистая. Ладно, там, если у вас картошка изначально водянистая, ну, бывает такая. Одна крахмальная, другая водянистая. А когда у вас картошка крахмальная, то есть вы берете его просто-напросто и в бульон куда-то этот крахмал отправляете. Суть ролика в том, что я хочу разобраться, вместе с вами причем, какая же картошка вкуснее. И вы обязательно, если вдруг замечали и обращали внимание на процесс приготовления, там, даже вот, варки картошки, напишите обязательно. Вот, мне тоже интересно. Это будет у нас такой, как бы это правильно назвать, диалог. Это будет наш диалог. Я взял один и тот же вид картошки, ну, то есть из одного кулька, но только я сварил одну в кожуре, одну очищенную от кожуры, а третью порезанную мелко. У меня эта картошка была отварена, там, буквально 10 минут мелкими кусочками, ну, неважно какими, да. Я сюда добавляю кусочек масла, ну, потому что картошка без масла, ну, совсем такая, не очень вкусная субстанция. Соль там у меня есть. И, соответственно, я вот так вот ее сейчас помну, помну, для того, чтобы она стала однородной. Ну, потому что во рту она все равно же у нас пережевывается. Значит, это у нас мелко рубленая картошка. Вот эта картошка у меня была отварена без кожуры. То есть, учитывая, что мне попалась как раз-таки очень крахмальная картошка, я подозреваю, что как ее не варить, она все равно будет вкусная. Но вот в процессе своей, так сказать, работы и приготовления пищи я заметил, что мы тоже торопимся, шеф-повара тоже торопятся. Когда нужно отварить картошку быстро, понятно, что ты ее не будешь там в кожуре колдовать на ней, быстрее, 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 в кастрюлю кричать, быстрее, быстрее варись. Так не получится. Но и приходится, поэтому ее резать. Значит, ну вот смотрите, по консистенции. Уже по консистенции уже сразу понятно, что картошка, которая у меня была сварена целиком, но без кожуры, она более крахмальная. То есть, она более сухая. Вот вроде бы такой же кусочек масла я сюда кинул, несмотря на то, что она температура одной и той же, да, и масло уже растопилось. Она вот какая-то вот прям суховатая, рассыпчатая. Тогда как вот здесь, она получается, крахмал весь ушел в бульон, и она как бы клейкая. Смотрите, видите, она из-за воды стала более, как бы это правильно сказать, более клёклая. А в этой тарелочке у меня картофелина, которая была отварена в кожуре. Я тоже сюда небольшой кусочек масла кинул вниз. Но смотрите, что произошло. По ней видно, вот она прям аж трескается. Я вот нажимаю чуть-чуть. Она уже во время варки вот здесь отошла. Видите, она крахмальная, и весь вкус, который есть у картофеля, остается где? В кожуре. Вот она прям совсем сухая. То есть, в ней осталось самое большое количество крахмала. Мы-то картошку любим за рассыпчатость и за крахмальность. Поэтому, на мой взгляд, терять его в бульоне совершенно нет никакого смысла. Но я сейчас проверю по вкусу. Я начинаю вот отсюда. С той картошки, которая была мелкорубленная. Да, она по вкусу улажная. В тарелке воды не было. Просто вот, видимо, крахмал выходит. А вода каким-то образом больше остается внутри каждого кусочка. Потому что она такая прям. И сюда молочка, а всего прочего. Но уже мне изначально понятно, что картошка сама по себе вкусная. Здесь более влажная, да? Вот эта картошка, которая была сварена без кожуры. Вот, она по вкусу совершенно другая. Конечно, вы скажете, есть дегустаторы воды, которые отличают вкус воды от вкуса воды и так далее. Но попробуйте сделать такой эксперимент. Все равно потом это ведь можно смешать в одну кастрюльку. Но вот здесь она слаще, что ли. А вот здесь она более водянистая. Хотя, казалось бы, один и тот же сорт. А тут аромат. Вот шкурка, видимо, дает аромат свой определенный картофелю. Да. Вот, казалось бы, один и тот же картофель. В шкурке сосредоточен вот этот вот характерный для картошки какой-то посленовый вкус. И когда варится в кожуре, вот этот посленовый вкус остается вот здесь, в картофеле. Поэтому, если вы прям ценитель, тонкий ценитель картофеля, прям гастроном настоящий, делайте всегда в кожуре. Если вы все-таки эстет и любите, знаете, такой усредненный вкус, не очень яркий, но и не водянистый, вот эта картошка для вас. А если вы торопитесь, если у вас нет времени, но вы готовы пренебречь вкусом, ну да, тогда вот эту картошечку ешьте. И не говорите, что она такая не очень вкусная. Хотя, с другой стороны, все познается в сравнении. Если вы не сравниваете эту картошку с этой, а эту с этой, в каждом индивидуальном случае она будет просто картошка. Но стоит вам отварить вот таким образом, ну просто заморочьтесь как-нибудь, и вы поймете, что это кардинально разные вкусы. Мой вердикт такой. Значит, в кожуре самое вкусное. Поэтому я вам лично рекомендую варить в кожуре, очищать и уже потом перерабатывать. В пюре там или еще куда-то. Значит, вот этот менее вкусный, но он тоже подходящий. Если вы его не будете сравнивать с другими, то он тоже неплох. А вот эта картошка, вы даже не догадаетесь, что она была сделана вот из этой крахмальной. Потому что здесь водится, здесь вот этот вот какой-то более упрощенный вкус. И он такой, знаете, какой-то дешевизной попахивает. Несмотря на то, что картошку я взял совершенно недорогую. Вот это вот прям такой дешманчик. Но тогда добавляйте больше сливочного масла. Поэтому обязательно обращайте внимание на то, что вы едите. Ибо в определенных текстурах и в определенных состояниях приготовленные продукты имеют разный вкус. Пока, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно делайте перепосты. Увидимся снова.